Дорогие братья и сестры, мне тоже хотелось поделиться некоторыми мыслями на тему нашей сегодняшней темы, проповедь. Друзья, сначала я хотел привести один пример. Недавно я слушал интервью с одним человеком. Это достаточно известный проповедник, он вне нашего братства. Известный служитель, очень много проповедей на сегодняшний день его существует, многие даже его слушают, в том числе и у нас. И знаете, все интервью было посвящено теме, когда ему задавали вопросы в отношении нашего братства. Как он смотрит на наше братство, как он смотрит на историю нашего братства, на современников нашего братства и все прочее. И знаете, было достаточно интересно послушать такой взгляд со стороны о нашем братстве. Там много разных вопросов было, тема обсуждалась. Друзья, но я хотел подметить одну деталь. Как он отозвался о верующих Совета Церквей и сказал такую мысль, что люди в Совете Церквей, они дорожат тем, что находятся в братстве Совета Церквей. Вот в объединении Церквей. Друзья, знаете, мне очень понравилась эта мысль, и мне стало приятно, что люди, ну достаточно известные люди, именитые люди, со стороны они думают о нас так, что мы дорожим тем, что мы находимся в братстве или в Союзе Церквей. Братья и сестры, и, наверное, в большинстве своем действительно так и есть. Мы с вами дорожим тем, что мы находимся в братстве Совета Церквей. Но наверняка есть люди, и, наверное, немало людей, которые относятся к этому безразлично. Думаю, что такое есть, и так по отзывам. То есть они, что мы находимся в связи с этим, чтобы наша Церковь существовала отдельно, как будто никакой разницы особой нет. Братья и сестры, и, наверное, есть люди, которые даже пренебрежительно относятся к братству. И любят не братство, а любят критиковать братство. К сожалению, наверное, такие тоже есть. Братья и сестры, лично мне кажется, что наше братство – это не просто какое-то, знаете, структурное объединение Церквей. Вот благодаря тому, чтобы выжить, чтобы легче было какие-то цели достигать на земле здесь, и еще все прочее. Нет, мне кажется, что это замысел Божий – образовать Церковь свою таким многоразличным образом для славы своей здесь на земле. И знаете, когда мы читаем Библию, когда мы смотрим историю Церкви, историю пророков, историю апостолов, то мы видим, как Бог в каждое время чудно устраивал и проводил свою Церковь. И с этим поспорить сложно. Друзья, и мне кажется, что вот Бог усмотрел в определенный период времени разными способами, разными методами, и наше братство, оно тоже, безусловно, является частью Божьего плана и частью Божьего промысла. И очень, ну, наверное, опрометчиво это недооценивать. Тема, о которой я хочу поговорить, будет называться так – «Любите братство», любите братство, как пишет апостол Петр. Я прочитаю из послания филиппийцам, 1 главы, с 12 по 15 стих. Первое послание филиппийцам, 1 глава, с 12 по 15 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благоествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». До 17-го получилось. Братья и сестры, так случайно, наверное, получилось, что год назад на молитвенную неделю, всем братьям назначают, кто в какой день будет проповедовать, и именно эта тема попалась мне. Ровно год назад это было не 2-е, а 3-е января. Друзья, и я тоже проповедовал на тему о братстве. Много тоже отзывов, так и лично мне сказали, и там даже написали, где выставляются наши проповеди на Ютубе, наши собрания. Там какие-то вопросы были такие, ну и откровенные, может быть, с каким-то намеком. Друзья, и я возобновил в памяти все, что было сказано, и хотел сказать, что вот год назад проповедь была больше акцентирована, что братство значит для меня. Вот я нахожусь в Барнаульской церкви, я занимаюсь служением посильным здесь, а братство, оно такое большое, это просто многосоставное, и как оно лично на мою жизнь влияет. Друзья, сегодня мне бы хотелось обратить внимание на то, как я влияю или участвую в жизни братства, и участвую ли вообще. Братья и сестры, этот текст, который мы прочитали, он очень показательный и делит всех людей, которые здесь описаны, все люди названы братьями, все названы одинаково братьями. Он делит их на три категории. И знаете, до определенного момента все эти люди, это были, ну, одна категория людей, братья, хорошие братья, которые трудились, что-то делали. Но, друзья, обстоятельства или ситуация, которая произошла с апостолом Павлом, она эту категорию братьев разделила на три разных, совершенно противоположных друг другу. Друзья, мы знаем по истории книги «Деяния апостолов», что апостол Павел, его как бы конечной точкой путешествия, это был Рим, куда он ехал на суд. Но когда он туда плыл с огромным количеством трудностей, то через него являлась слава Божия. И это видели многие люди, в том числе и те, кто его охраняли. И когда Бог через него явил много чудес и милости, и к узникам, и к охранникам, которые вместе с ним плыли, то когда он прибывает в Рим, всех заключенных их посадили в темницу. Так написано. Но заключенные прибыли до места назначения, должны сидеть в тюрьме. Но апостола Павла постигла несколько участь мягкая, более мягкая. Написано, что ему дали номер в гостинице, и ему дали свободную возможность для того, чтобы к нему приходили люди, и он с ними беседовал. И даже подмечено, что в период, вот в этот период, пока он находился в Риме, по крайней мере первые два года, точно так написано, он находился на своем иждивении. То есть, братья и сестры, знаете, если говорить современным языком, это такой был домашний арест. То есть, за ним присматривали, он был как бы в числе узников, но он имел свободное, возможно, даже передвижение, и у него не были связаны руки, ни в буквальном смысле, ни в переносном. И, друзья, когда весть о том, что апостол Павел находится в Риме, и он находится под арестом, распространилась среди огромного количества людей, и в том числе верующих людей, то те, кто узнали об этом, они, как я уже сказал, поделились на три категории. И я бы хотел эти три категории отметить. Первая категория людей написана так, 14 стих. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие». Друзья, то есть, большая часть братьев, ободрившись, начала проповедовать Слово Божие. Но была и та часть, малая, но она была, на которую никак не повлияло то, что апостол Павел арестован. Братья и сестры, это были люди, которым была безразлична жизнь где-то там, пусть даже и братьев. Их интересовало только то, что происходит здесь и сейчас, сегодня, у меня лично. И если проблема, беда или радость меня не касается, лично меня, лично моей жизни, моих родных, которые со мной рядом живут, то, значит, мне до нее и интереса нет. Друзья, удивительно, кажется, апостол Павел, это был проповедник, ну, точно известный всем. Это был великий человек, который много сделал для созидания верующих. И мало ли было, мне кажется, мало было таких людей в то время, христиан, которые могли бы сказать, вот лично в моей жизни апостол Павел никаких перемен не внес, или никакого устройства не сделал. Братья и сестры, думаю, что его проповеди, Бог через его проповеди питал и взращивал народ, весь христианский народ того времени, насколько это было возможно. Друзья, но даже среди, как бы, такой популярности, да, доброй, даже среди такого большого служения, которое Бог апостолу Павлу доверял, были люди, которые относились к этому безразлично и равнодушно. Меня не касается, значит, мне до этого дела нет. Друзья, вторая категория людей, которая здесь описана, это люди, написано, которые начали проповедовать Слово Божие после ареста Павла, но начали делать это притворно. Начали делать это притворно. Братья и сестры, притворно, другими словами говоря, они проповедовали Иисуса Христа, преследуя личные мотивы и личные цели. Конкретно в данном тексте мы видим, что они завидовали апостолу Павлу. Они завидовали его доброй славе, они завидовали его способностям, они завидовали его, ну, такому, может быть, положительному успеху в служении. Они этому всему завидовали. И здесь, когда они узнали, что апостол Павел находится в узах, у них появилась цель. А давайте будем проповедовать Иисуса Христа для того, чтобы возбудить народ, для того, чтобы усугубить положение, для того, чтобы еще сильнее, ну, обозлить народ. И это все, это все негодование народа, да, людей, массы, мы знаем в Библии много таких примеров, оно обрушится на апостола Павла и его по-настоящему накажут. И узы, или время, или как его содержат, это все усугубится, и более тяжелые, жестокие меры к нему применят. Вот такие у них были мотивы. Братья и сестры, конечно, притворно проповедовать Христа можно и в наше время. И люди порой это делают, к сожалению, не понимая, ну, можно сказать, что они творят. Есть хороший текст в послании Тимофею, там выделена категория людей, о которых сказано так, они думают, что благочестие служит для прибытка. Братья и сестры, это, ну, очень-очень жаль таких людей, которые думают, что находясь в церкви, находясь в совете церквей, это поможет им. Это даст им какую-то защиту, это даст им какое-то право голоса, это даст им какую-то поддержку, помощь или в непростое время, или в непростое материальное время, да, когда соберутся верующие, помогут. Братья и сестры, люди, которые так думают и которые так живут, они, безусловно, потерпят урон. Знаете, у нас был такой один брат, он непростая судьба, у него такая была, ну, в смысле, жизнь. И я помню алкоголь, ну, вот эта вся жизнь, да, плохая, греховная, тяжелая. И я помню, он покаялся, принял крещение, по-моему, он покаялся в братском доме. И я помню его свидетельство, ему дали слово у нас в церкви, он свидетельствовал о том, как вот он был, как вот он любил спорт, потом вот алкоголь его увлек, ну, долгая-долгая история. И как его Бог помиловал. Друзья, и знаете, я вот сколько помню этого брата, всегда, всегда в общении с ним чувствовалось какое-то, вот, знаете, желание как-то выделиться, желание как-то, видимо, приобщиться к церкви, к братству. И я помню такую ситуацию, мы стоим с братьями там в подвале, а он как раз приехал, откуда-то приехал, было, ну, я не знаю, что за мероприятие было, ну, в общем, где он видел братьев Совета Церквей. И я помню, он подошел к нам, ну, так налегке общается, что-то говорит, хотя он уже, ну, достаточно взрослый человек был, мне кажется, по тем временам ему за 50 было. И я ему говорю, как здорово, вы не так давно уверовали, а уже видели, ну, там, перечислил каких-то братьев, там, Николая Степановича, еще кого-то. Как здорово. Я вот уже столько лет верующий, все мечтаю, никак не получается. И знаете, вот его ответ, я вот сейчас анализирую, вспоминаю это, его ответ, он меня подводит к такой мысли, братья и сестры, что что-то он искал своего. Вот он был в церкви, он как бы был на виду, да, он к чему-то стремился, поехал. Его, конечно, туда никто не отправлял, на этот съезд, он туда поехал сам, по желанию, возможно, за свои деньги. Но вот он чего-то искал, но искал этого как будто по любопрению. И вы знаете, в тот момент он говорит, да какие мои годы, я же совсем еще молодой христианин, еще, то ли еще будет. Ну, так, знаете, как будто маленько дерзко или не совсем скромно, но, в общем, как-то так это выглядело, вот насколько я помню. Братья и сестры, о отношениях, или, вернее сказать, о том, что случилось с апостолом Павлом, была категория людей, которая хотела усугубить его положение, и проповедь по любопрению, она имела место тогда и имела место сейчас. Друзья, и третья категория людей, которая здесь описана, сказана так, 17 стих, «А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Братья и сестры, вот три категории братьев, все названы братьями. И одна и та же ситуация, повлиявшая на одних и тех же братьев, так сильно их разделила, и только об одной категории сказано, что они проповедовали Христа из любви. Братья и сестры, вот чем отличались эти братья от всех таких же других, что у этих любовь была, а у остальных любви не было? Друзья, и здесь в тексте есть некоторые пара мыслей, я на них обращу внимание. Друзья, написано так, «А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Братья и сестры, это категория людей, которая любила апостола Павла, любила служение Богу, любила и интересовалась всем тем, что происходит с Павлом. Братья и сестры, они не жили только своей жизнью, своими проблемами, своими задачами и целями, они были заинтересованы даже в том, на что напрямую повлиять не могли или в чем поучаствовать не могли. Они сопереживали, они молились, они интересовались. Друзья, вот один из таких показателей, что я могу сделать для братства или как я могу любовь свою возгреть к братству, друзья, это им интересоваться, узнавать о нем, читать о нем. Я чуть-чуть выписал для себя, братья и сестры, может быть, кому-то будет интересно свежие данные за 2020 год о нашем братстве. Друзья, в нашем братстве на настоящий момент насчитывается 75 тысяч членов церкви. Ну, это тенденция такая стабильного увеличения вот с 99-го года. В настоящий момент в нашем братстве 2800 служителей по всем местам. 2800 служителей. Это число тоже очень сильно увеличилось за последние годы. И если разделить количество служителей, надеюсь, они меня простят, что я так делаю, на количество членов церкви, то получается примерно почти 4 служителя на 100 членов церкви. На 100 членов церкви. Друзья, это милость Божья, что есть братья, которые хотят, подвязаются и которые совершают служение в нашем братстве. Друзья, в нашем братстве на данный момент более полторы тысячи домов молитвы. И если взять по всему братству, то более около 60% верующих имеют свой дом молитвы. Имеют свой дом молитвы. Это тоже милость Божья для нас. Несмотря на то, что вот случаются какие-то ситуации, архангельские или другие, друзья, дома молитвы есть. Еще один немаловажный показатель – это дети и молодежь. Детей в настоящее время в братстве 56 тысяч. То есть на 100 человек, ну так, для сравнения, на 100 человек членов церкви у нас насчитывается около 73 детей. 73 детей. Это тоже очень много. 20 тысяч молодежи. В Совете церквей в настоящий момент очень долго было 20 человек в Совете церквей, да, братьев наших старших. На данный момент в Совете церквей ввели еще 7 человек. Их на данный момент 27 человек. Ежегодно у нас в братстве принимает крещение 2 тысячи человек. Мне нравится эта мысль. Я в прошлый раз ее тоже подмечал. Друзья, мы иногда читаем в «Деянии апостолов» и восхищаемся, что каялось огромное количество людей, а на сегодняшний день как будто бы не так. Братья и сестры, так. Бог являет милость в масштабах братства, и несколько тысяч человек принимают крещение. 17 объединений тоже. И наше братство, я для себя несколько стран записал, оно находится в России, Украине, Средней Азии, во всех бывших республиках, в Прибалтике, Израиле, Канаде, Америке, Италии, Испании, Германии, Португалии. И, наверное, не все я записал. Не все я записал. Друзья, милость Божья, что наше братство, оно имеет такую географию и такую возможность служения и прославления Бога. Братья и сестры, и последняя мысль, которую я здесь хотел отметить, что еще нужно для того, чтобы любить наше братство или возгревать любовь, если она, может быть, где-то у нас остыла или как-то затмилась. Друзья, здесь написано так об этих людях. «И большая часть из братьев, Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Друзья, из этого стиха можно сделать вывод, что они проповедовали Слово Божие и до того, как апостол Павел попал в тюрьму. То есть их целью жизни, их основной или очень важной задачей в жизни было соучастие в служении апостола Павла и тех людей, кто был рядом с ним. Братья и сестры, понимаю по себе, что иногда нам свойственно, ну, как, наверное, и всем людям, недооценивать то, что Бог может делать необходимое, нужное и очень важное через нас. Ну, кто мы такие? Мы там рядовые члены церкви, находимся конкретно привязаны к месту, и, кажется, братство, столько служения, столько всего делается, отделы, ответственные все, а мы, ну, что мы можем? Братья и сестры, Бог через каждого верного своего дитя, Он может сделать очень много и в масштабах братства, принести много благословений и много усердия. Знаете, и последнее свидетельство о нашей церкви. Братья и сестры, когда я готовился, я думал, и мне очень радостно, что я нахожусь в церкви, которая любит братство. Любит братство. Я не знаю конкретно за каждого, я опрос не проводил перед проповедью, но в большинстве своем мы любим братство. И знаете, почему я сделал этот вывод? Потому что обстоятельства последние, которые, ну, вот, так я случайно наблюдал, они об этом ярко говорят. Я перечислю. Друзья, недавно у нас был сбор средств на издание. Мы помним. И, друзья, было подмечено на членском собрании, что средств собрали достаточно и даже больше, чем в предыдущие года. Братья и сестры, понимаю так, новогодние праздники, у всех у нас родственники, у многих из нас дети, много расходов, связанных с разными другими отраслями жизни. Братья и сестры, но, тем не менее, церковь пожелала пожертвовать на Дело Божье, на издание. Друзья, еще один немаловажный момент. В нашей группе часто пишут нужды. Кто-то заболел, у кого-то трудности, у кого-то какая-то нужда. Друзья, и не всегда, не всегда, но очень часто после просьб о молитве пишут хороший итог этой ситуации. Или выздоровел, или нашел работу, или устроился, или что-то. Братья и сестры, я понимаю, что это непросто, но, знаете, для того, чтобы сообщение мы читали, да? Сначала помолиться, потом спасибо за молитву. Нет, конечно. Друзья, мы видим положительный итог, положительную динамику, потому что мы молимся друг о друге. Для нас это важно, и для нас это ценно. И это очень-очень здорово. Братья и сестры, пусть нас Бог благословит, чтобы нам с вами любить братство, дорожить и, самое главное, участвовать в его жизни. Знаете, есть такая хорошая фраза или выражение, что имеем неценим, потерявши плачем. Братья и сестры, вот действительно, по-настоящему оценить что-то мы можем только тогда, когда, к сожалению, мы это потеряли. Пока это у нас есть, и есть достаточно, мы не обращаем на это внимание, как будто так и должно быть. Вестники истины, последние вестники истины. Александр Александрович Куренбин, брат, ответственный за наше сибирское объединение, ответственный за благовестие в нашем братстве, он написал проповедь, называется она так, «Вызовы последнего времени». Это вестник истины, ну вот они последние пришли тут, они лежат там у нас здесь на стоечке. Друзья, я хотел подметить одну мысль, вызовы последнего времени, что нас ждет или что нас, какие трудности и преграды нас встречают в последнее время на нашем христианском пути. И знаете, из пунктов, которые он здесь выделил, он один, как бы обозначил так, неправильное отношение к братству и к душе попечителям. Чуть-чуть кратко прочитаю, вот первый абзац. Иногда раздаются голоса, не стоит так много говорить о братстве, вы гордитесь, выставляя себя на показ. Однако такая позиция ведет к отрыву от корней, к потере исторического фундамента. Писание учит нас, братство любите. Для апостола Павла братство не какое-то абстрактное понятие, а конкретные люди, которые участвуют в конкретных делах, угодных Богу. Братья и сестры, пусть нас Бог благословит. Аминь.